Ладно, без лишних слов. Просто начинаем. Без песни сегодня. Без песни. Не могу пока придумать, что спеть. Что-то мне не приходят никакие по этому поводу идеи. Когда почувствую, что идея пришла, и я созрел к какой-то песне, в начале стрима, как обычно, исполню её под плюсовую фонограмму. Идеи. У человека в попе есть анус. Ну, в смысле, у человека, в принципе, есть анус. И в этом анусе находится такая мышца. Она называется сфинктер. И вообще, на самом деле, он не один их два. Один сфинктер идёт снаружи, другой сфинктер идёт внутри, который дальше там в кишечник уходит. Внутренний и внешний. Так вот, про внешний сфинктер. Когда вы покакали, сфинктер, он для чего вообще служит? Для того, чтобы жопа не всегда была открытая просто дыркой, оттуда валилось говно. А чтобы в тот момент, когда через кишечник прошла какашка и подошла к попе, чтобы она не просто вывалилась на том месте, а чтобы сфинктер как раз-таки мог придержать вот эту какашку. И потом вы уже покакали там, где удобно. Сфинктер расслабили, и какашка оттуда... То есть, сфинктер перестаёт держать какашку, и она оттуда выходит. Так вот, сфинктер мышца очень сильная. И поэтому, когда вы покакали, очень много говна остаётся на самой жопе, то есть, снаружи сфинктера. Но при этом очень много... Ну, часть говна, она намазывается на стенки, и сфинктер это обратно... Вот эти кусочки, их как бы обратно втягивает. Он такой... Мышца такая втягивающая, чтобы держать все каловые массы внутри. Она так как бы втягивает всё, что в неё попадает. И вот вы вытерли жопу бумажкой. Почему-то все вытирают обычно жопу бумажкой. Вот когда бумажкой жопу вытерли, вы вытерли только наружную часть вот этого сфинктера. То есть, вы его ещё раз напрягли, и как бы наружную часть потёрли, основную грязь. Но та грязь, которая вот чуть-чуть внутри, не прямо внутри жопы, а вот которую сфинктер вот как бы чуть-чуть всосал, она там остаётся на жопе. И когда вы садитесь дальше куда-то, на стул, или куда-то, ну, просто ходите, то мышца сфинктера, она расслабляется, и часть вот этого говна, который там остаётся, оно попадает на трусы, попадает куда-то на одежду. Ну, короче, говно недомытое. Поэтому посыл мой в том, что нужно не просто вытирать жопу, а мыть жопу водой после того, как посрали. Если возможности помыть жопу водой нет, то тогда влажные салфетки, влажные салфетки помогут. Потому что если жопу просто вытереть бумажкой, то в любом случае трусы потом запачкаются из-за того, что вытереть её можно только снаружи. только вот эту наружную часть, а внутренняя часть остаётся грязной, сфинктер расслабляется, и эта внутренняя часть раскрывается, и всё говно намазывается на одежду. Вот. И очень много людей, в принципе, в мире, вы даже, ну, я думаю, наверное, каждый второй, или, может быть, даже больше. Каждый. Какой? Ну, не каждый первый, но... Ну, очень много людей. Я не знаю, статистику не изучал. Но вот по улице идут, и идут с грязной жопой. Сидят с грязной жопой. Ну, как бы ладно, если это ещё не воняет, то можно и не заметить. Но это может и вонять потом, и, в принципе, трусы потом не отстираются. Поэтому самое лучшее решение. Покакал, подмыл жопу водой. Вода проникнет во все нужные места. Можно даже с мылом помыть жопу, с жопой ничего не будет вообще, если её с мылом помыть. Она рассчитана, там кожа плотная, всё плотная. Никаких там бактерий, ну, убить вы не сможете. То есть она рассчитана на то, что с ней... Ну, может быть, всё, что угодно. И мыло для неё, это не что-то такое жёсткое. Можно даже с мылом мыть, если есть такая возможность. Бумажкой только вытереть недостаточно. Поэтому... Есть специальные унитазы такие с кранами, которые подмывают жопу. Ну, либо в душе это сделать. Там... Либо биде. Но биде это странно, потому что если есть унитаз, зачем ещё один унитаз рядом? Когда можно в этом же унитазе всё сделать, как бы непонятно. Зачем занимать лишнюю площадь. Но при этом, если жопу можно помыть с мылом, и я бы даже сказал нужно, то член мыть с мылом нельзя. Ну, точнее, можно, но не так часто, как жопу. То есть если вы каждый день будете мыть член с мылом, то там можно убить всякие бактерии какие-то, как говорят венерологи. То, что можно убить всякие бактерии, там нужные, им может пойти раздражение, может кожа засохнуть, ну, может быть не очень хорошо. То есть там нужные бактерии. Поэтому член мыть с мылом часто нельзя. Член можно мыть либо специальным мылом для интимной гигиены, либо гелем для подмывания младенцев, либо просто водой. То есть если вы там дальше этот член никуда, ни в кого не собираетесь засовывать, то, в принципе, можно помыть только водой. Да, он будет не совсем прямо суперчистый, кристально, но он будет достаточно чистый для того, чтобы дальше жить и не пахнуть. Вот. Такой, такая идея сегодня. Как раз под Elden Ring хорошо. Теперь. Elden Ring. Я обдумал эту игру. Я обдумал эту игру. Я не мог понять, нравится мне игра, это или нет. И вообще подобного рода игры, то есть соло-рпг, где не онлайн, а где именно прокачка идет. Ну, самому нужно изучать мир. Мир очень большой. Тут, в принципе, можно, ну, не всю жизнь, но очень много времени этому посвятить и все не изучить. Разработчики спрятали очень много интересных вещей. Очень много квестов, всяких разных механик. И это изучать можно бесконечно. Мне такое... Я понимаю, как такое может нравиться. В принципе, я понимаю, как такое может нравиться. И мне такое не сказать, что не нравится, но я бы не стал... Сейчас, звук потише чуть-чуть. Давайте пока отключим. Я бы не стал... Вот если бы я зашел в эту игру, просто вот не на стриме, а именно сам, самостоятельно, я бы после первого босса уже забил. Я бы понял, а, ну, мир слишком большой, что-то механик слишком много, посмотрел бы, наверное, какой-нибудь один гайд по Elden Ring'у на YouTube. А, подумал бы, а, нафиг, механик слишком много, мне лень это все изучать, и забил бы на эту игру, и не стал бы дальше проходить. Потому что мне бы не хотелось тратить на это столько много времени и забивать этим голову. Но при этом мне все равно в глубине души хочется ее пройти. Я пришел к тому выводу, что именно на стриме, именно публикуя свое прохождение на какую-то аудиторию, на каких-то зрителей, именно эта мотивация, именно из-за этой мотивации мне в эту игру играть интересно. Один бы я в нее играть не стал. Я бы зашел, посмотрел чуть-чуть, понял бы, что слишком сложно, слишком муторно, да и вообще не хочется этим голову забивать, и пошел бы изучать реальный мир. Не игровой, а реальный. Мне нравится изучать реальный мир тоже, поэтому я бы, наверное, забил на эту игру. Но на стриме мне хочется ее проходить, мне хочется в нее погрузиться вот именно для вот этой записи, для вот этого стрима. Но я тоже обдумал те границы, насколько мне хочется в эту игру погрузиться. Изначально, когда я начинал играть в эту игру, я думал, что я сейчас вообще не буду смотреть гайды, вот просто как идет, как вот пойдет, как мне покажется нужным, как у меня получится самостоятельно, все буду изучать и попробую эту игру пройти. Поиграв чуть-чуть в нее, я понял, что для меня это невозможно. У меня столько информации не сохранится просто, у меня мозг ее выкинет нафиг вообще. То есть я не хочу этим засорять свою голову, благо интернет позволяет нам увидеть, прочитать, посмотреть от людей, которые этим занимаются, можно сказать, профессионально и очень долгой жизни посвящают тому, чтобы изучать такие игры. Они своими знаниями делятся в интернете и можно посмотреть, как там по-быстрому голды подфармить, как именно эту игру пройти, то есть гайд по прохождению, именно по порядку. Потому что там, если проходить самостоятельно, то можно уйти куда-то вообще, фиг пойми куда, начать проходить какие-то побочные квесты и так эту игру и не пройти. Я подумал, что я буду смотреть какие-то подсказки, советы, лайфхаки, чтобы на это время не тратить и этим голову свою не засорять, чтобы просто к этим знаниям обращаться и играть в эту игру. Просто цель ее пройти основной, основной сюжет, вот найти это кольцо и все. Никакие побочные квесты, я в них погружаться не буду, если это не надо мне для основного квеста. Никакие там пушки, что-то выбивать не буду, слишком сильно заморачиваться. Никакие всякие пасхалки искать, ничего. Все, только основной сюжет. Вот я пойду по какому-нибудь гайду или по нескольким гайдам и покажу это на свою аудиторию замечательную, которая у меня начинает появляться на разных видеохостингах. Вот так я буду проходить эту игру и только так я эту игру проходить хочу. Что-то там залазить и искать уже нет, уже нет. И это будет первая моя и последняя Souls игра, которую я вообще начинаю проходить. Не совсем это мой жанр. Ну, слишком надо заморочиться. Ради чего? Ну, ради непонятного чего, ради того, чтобы просто там, ну, фиг пойми, в какой-то фэнтезийный мир погрузиться. Мне, в принципе, своего мира хватает. Вот. А как материал для видеороликов, это самое оно вообще, самое то, очень интересно. Поэтому поехали. Переставил камеру вниз я. Мне показалось, что больше информации сверху теряется. Так, у нас вот этот замок, да, есть, с которого мы в прошлый раз так. С которого мы в прошлый раз закончили. Вот этот замок, значит, у нас есть, который мы в прошлый раз на котором закончили. Босса Маргита первого мы убили. Еще если, так, план на сегодняшний день, на сегодняшний, на сегодняшнюю запись, на сегодняшний стрим. Сегодня будет долгий стрим. Потом этот стрим я разобью на 2 дефис 4 серии прохождения. Смонтирую. Посмотрим, в зависимости от плотности материала, я посмотрю, сколько серий у меня получится. Если, сейчас пробуем вот этот замок проходить. Если замок проходить не получается, значит, мы смотрим гайд по прокачке. Я там несколько гайдов посмотрел, можно очень быстро срубить вот этот рун, вот этой голды. И пробуем прокачать уровень. То есть, там прям миллион можно какой-то заработать, прям вот быстренько-быстренько. И попробуем это исполнить на этом стриме, заработать и прокачаться. Если все хорошо в замке идет, тогда я это сделаю потом после стрима уже вот это все прокачаюсь и будем дальше проходить. Тогда на этом стриме будем просто идти вот прям по сюжету, как нас игра ведет и все. Вот такой план. Сразу же мне люлей отвешивают, блядь. Ой, а я ж двуруком, блядь. Я ж двуруком, я забыл про это. Меня в самом начале уже почти отпиздили. Придется банку пить. Так, но я хочу прокачать количество хп и хочу прокачать еще, помимо голды, еще хочу прокачать количество банок. Ну, в смысле, то, насколько банка хилит. Ну и дальше уже качать силу. У меня получается, что сейчас по характеристикам? Ой, сейчас давайте убьем, потом посмотрю. Так, значит, что по характеристикам? Характеристики у меня следующие. У меня сила 23, наверное, на этом пока остановимся. Сила у меня 23, на этом, наверное, пока остановимся. Вот мне надо стойкость. Ой, а жизненная сила вот эта хпшку надо качать. И тоже хочу до там, до 30 докачать где-то. Я не знаю там сколько надо, просто вот так вот я чувствую, что нужно докачать до 30. Интеллект до 10. Здесь какая-то молитва, я пока еще не разобрался, как ее юзать. Потом посмотрим. Пока вот в двух руках держим меч. В двух руках держим меч и проходим. В прошлый раз мы открыли дверь вот тут. В прошлый раз мы вот тут открыли дверь ключом. Вот сюда я еще не ходил, поэтому сходим. Блять, ну, тварь. А че он? Блять, я что-то не то делаю, кажется. потому что что-то я кажется не то делаю. Просто посмотрим, что здесь происходит. Я могу сюда сходить. Че-то я очень многих и потеряю на каких-то мобах. это, то мне придется переиграть, если я слишком много. О, еще один выбежал. Так, ну все, вниз его свалили. какой-то призрак. Ну, это по сети кто играет, со мной ползет. Так, а мне куда? Мне куда? А, вот сюда. Кто? Это кто такой? А, еще мы вот этого чела не убили в прошлый раз. Я его попробовал поубивать уже после стрима. Я, короче, придумал тактику, как его убивать. Он вроде много голды дает. Так, вот его отсюда выманиваем. Вот сюда в проход. Все, он в двери застревает и вот так вот его с расстояния пиздим. вот этого босса сложного. Вот так вот читерским способом таким через текстуры убиваем. Сейчас, если он меня не убьет, конечно, через текстуры тоже. Да, блядь, промахиваюсь. Так, так. А, все, убили. Все, он дает много голды. Мне в прошлый раз он что-то еще отсыпал тоже. Я уже не помню, что. Все, у меня одна банка осталась, последняя. Ой. Здесь в сундуке мы что-то собрали тоже в прошлый раз. Больше вроде здесь ничего нет в этой. Можно с чистой душой идти в дверь вон в ту. в ту дверь можно идти, которую мы в прошлый раз открыли ключом. Так, поползли. Посмотрим, что там банки там мне кто-то даст какой-то моб, это что-то мне не хочется заново это проходить. Или где-то может сохранялка будет близко. Потому что что-то я очень много их потерял на мобах, на этих. стоп. Мы же тут... А, нет, это сверху. Ой, не заметил. Ой-ой-ой. Так. Собираем лукецкий. Смазка какая-то. Не знаю, что это такое. О, блять! Не замечаю, чуть-чуть не ёбнулся. А как их сюда? Как сюда? Я же, я же на лошади не могу, да. Как сюда попасть? А, это туда, наверное. Чтобы, чтобы сюда попасть. Но здесь, наверное, еще враги будут. Нет. Не сюда. А как туда? Как-то попасть. еще один. А нам куда вообще идти? Я уже запутался. Я запутался, блять. Мы здесь были, нет? А, нет, мы не здесь были. Я запутался, куда нам идти? Что-то очень много всяких, очень много ходов. Очень много ходов разных. А, ну нам явно не сюда, да? А мы тут были, да? Да, нет, там кто-то сидит, новый. Или нет? Или нет? О, каменный молот мне какой-то дали. Ну-ка посмотрим, что это такое. Каменный молот. Физический урон. Повышенный у него. А, ну у меня уже будет перевес тогда, если я его надену. Наверное, да? А, ну да, он, крестик стоит, типа я пока не могу его использовать с моими характеристиками. Ладно, с мечом тогда ходим. И с щитом. Так, ну ладно, пока туда не будем прыгать тогда. Посмотрим, что у нас дальше. У нас хпшек, все, хпшки закончились. В следующий раз надо будет поаккуратнее это все пройти. Так, ну а давайте сходим назад. Туда вот. Вот сюда, здесь лестница. Так, отсюда мы заползли, правильно? Идем дальше. Ой, блядь, из-за угла вышел. Жопа. Так. У него есть лут? У него нет лут. Ладно, еще сверху смотрим. Тут, а тут, я это вообще не заметил, челла. Так, здесь, птичья лапка, что дает? Временно повышает шанс найти предметы. Я пока не знаю, чем не искать, поэтому, вроде ничего не планировал выбивать, поэтому не будем. Пока не будем. О, нифига я, докуда это шел? Может мне все-таки назад в начале сходить, посмотреть? Сперва отскок. Какой отскок? Нет, ну нам явно не туда, никуда. Это над нами стебутся. Я так подозреваю. Ладно, идем дальше. Смотрим. Пока туда не пойдем, пока сходим назад. Посмотрим, что там такое. Почему-то там какой-то лут лежит, который я достать не могу. Либо мне что-то надо прокачивать, чтобы его достать, либо я не знаю. Не знаю. Так, а вот здесь, наверное, сказано. Впереди большая дорога отсутствует. Я понял. Это имеется в виду, что там нет ничего. Ага, я вниз опять спрыгнул. Получается, а, мы видели вот это. Мы вот это видели. Правильно? Я понимаю. Да, мы вот это видели оттуда. Кажется. Сейчас еще раз бегаем, посмотрим и пойдем. и пойдем. Полезли. Полезли. Руны не хочу терять слишком много, потому что прокачиваться надо. Но если что, потом найдем, как их по-быстрому формануть, чтобы с этим уже не заморачиваться. Если мне будут сильно нужны руны. Или вот тут как-то можно пройти, я не знаю. Там какой-то выход. А, это надо вот так пройти и спрыгнуть. Ебать, ничего, попробуем, наверное. Почему бы не попробовать? Там что-то красивенькое лежит. Но нам явно не сюда. Вот здесь вот попробуем выйти. Куда мы выйдем тогда? Еще раз проверим. Куда мы выйдем? А, ну снова сюда. Все. То есть нам туда не надо. Нам тогда надо пробовать пробежать и спрыгнуть все-таки. А, блядь! Не туда. Да. так. Нормалек. Ой. Вот ты. О, хорошо, что ты здесь. Вот небольшая награда. Возьми. Спасибо. Ложная благодать. Что такое? Свет указывает путь, но не рассеивает хаос. Ладно. А, стоп, наверное, вот так можно прочитать про нее. Амулет, имитирующий видение благодати. В отличие от истинной благодати, источает беспорядочно направленные лучи последней надежды запутавших ТТТ, которые... Я не знаю, что такое благодать, поэтому ладно. Так, ну у меня и ХП у меня уже нет. Поэтому попробуем максимально не тупить и выжить. Так, сейчас я кое-что сделаю. Мы... Я перенастрою немного мышку. Мне надо мышку настроить, чтобы у меня на мышке был этот... Ой, блядь, не то. Для этого мне надо зайти и прописать, чтобы у меня кнопки на мышке отвечали за кнопки на клавиатуре. На мышке их тыкать. Что не открывается? Ладно, пока сходим. Пока открывается программа этот... Рейзеровская. Пока дальше. Сходим, попробуем туда спрыгнуть за лутом. Смотрим, получится у нас или нет. У нас что идет? У нас идет мышь. У нас идет кнопка боковая. И у нас идет получается здесь... Все, поехали. Теперь у меня вот на одну боковую мышку отскок. Вот этот. На одну кнопку. А на вторую кнопку у меня навык. Чтобы можно было вот так парировать. Парировать я пока не научился. Вот это на две кнопки мыши, чтобы их было удобнее тыкать. Потому что тыкать кнопки мыши удобнее, чем на клавиатуре тянуться. Так, мы хотели попробовать спрыгнуть. Впереди лыжец. А так мы туда не можем. А как? Мы туда не можем попасть-то. Как тогда лучше брать? Ну хер с ним с этим вот тогда побежали без лута. А как туда запрыгнул, чел? Вот так, что ли? Странно. Ладно, пока не знаю, как туда попасть. Это как-то не для меня путь, значит. Значит, пойдем туда, куда нас ведут. Че? Так. Сильный враг. Ну все, походу вот здесь я и отлетел. Походу вот здесь я и отлетел. Ну да. Несколько раз нам говорят, что у меня хп-то нет для сильного врага. Походу вот тут моя кончина и наступила. Моя кончита. Че с ним делать? Как его убить-то? Блядь. А, это такой же, который был там внутри. Блядь, я могу его просто от него убежать? Не могу. Ну для него как минимум надо банки сохранить. А он вниз может упасть? Не может. Ну у меня банок на него нет. Давайте убежим пока просто. Найдем хотя бы сохранялку, может. А потом к нему вернемся. Так он, блядь, за мной ебашит. Так. У меня один удар и все. От любого притом. Так, бежим. Бежим, блядь. Бежим. Бежим. Куда мне, блядь? Бежим. Сюда. Благодать нужна, срочно. Где она? Мне нужна одна благодать. Не хочу, не хочу. Не хочу. А, все. Ладно, погиб. Где тут есть благодать-то хоть одна? Не могу найти. Здоров, в первый раз проходишь? Да, я вообще в первый раз играю в соулс игры. В принципе, это моя первая. И, ну, я там в самом начале стрима сказал, что я по этому поводу думаю. Не буду повторяться. В записи это будет. Да, первый раз. Чудом вот этого Маргита завалил. Каким-то. так, хочешь помогу? А чем ты поможешь? Ну, давай, помоги. Мне нужно понять, где, где у меня этот, где у меня, где там благодать находится. я вот пол раза попробовал, забросил, сейчас новый раз. Хочу так. Ложки разные советовать. Нет, я так это, в ДС не хочу, я хочу один. В чате можешь советовать, если что. Мне нужно вот здесь, вот в этом замке, найти благодать, потому что я вот у той сохраняюсь, а потом я на сильных врагах помираю. Это вот самый первый замок после этого. После того, как вот мы убили первого босса, самого сильного. На замок пока рановато. Значит, надо идти раскачиваться, я об этом и думал. Но я могу гайд посмотреть. Я могу гайд посмотреть. Там есть, да, как там голду фармить, все такое, там всякие. А потом раскачаться и пойти на замок, если сейчас. Но я это сделаю, если у меня не получится. Замок. Если у меня замок не получится, то я так сделаю. Так. Хорошо. Посмотри гайд там, где учил 30 минут, там он покажет, где и фляги повысить их уровень. Так, то есть, мне надо, во-первых, нафармить быстренько голды, а потом, да, повысить фляги. Вот это тогда сделаем. Если сейчас у меня замок не получится, ничего с этим замком сделать, тогда сейчас будем заниматься вот этим. Но вначале все равно я попробую замок. Если уж пойму, что не получится, тогда будем вот этим заниматься. Это база, это обязательно. Ну, слушай, я не настолько задрот, что мне как бы тут это... Мне от самого факта того, что я изучаю игру, это тоже интересно. Поэтому все, все как... One at a time, так как говорится. Если не получится, будем тогда, да, смотреть. Пока, пока самостоятельно пытаюсь. Собрать силовой билд и сносить по тысяче 100 хп затыку. Я сейчас собрал кайф. Хорошо у всех. Ну да, пушечку надо найти какую-то, а то у меня самая базовая, кажется, или какой-то там, ну, меч практически базовый, типа. Ой, тут же этот чел, мне сюда не надо. Мне надо туда дальше, чтобы не терять хп. Я хочу просто пройти сюжетку, я не буду проходить всякие побочки. Не буду проходить всякие побочки, только сюжетку. Вот, пока иду, как ведет игра, потом посмотрим. Я больше-то чудом как-то убил вообще. Так, отхилимся. Хорошо, у меня 4 банки на вот этого вот силача. Блядь, не та кнопка. Не та кнопка! Блядь, да не та кнопка, сука! Путаюсь в кнопках. Так, ладно, две банки. Да куда? А, его ж надо зацентрировать. Так, он, он бьет долго, ага. Так, ну, у меня... Нет, все, нахуй. Так, я забыл то, что его нужно в таргет взять, потому что сейчас я просто мимо него, мимо него хуячил. Поэтому сейчас еще раз попробуем. Если его не получится завалить, тогда пойдем качаться. Пойдем качаться по гайдикам. А я могу здесь тупо пробежать или нет? Или они будут за мной? Или они будут за мной бежать? Чтобы на них не отвлекаться? Чтобы просто вот так раз и все. Чтобы на них ну, про них не думать уже. Да, вроде нормально, ладно. Одну баночку все равно придется. Это долго, но тебе станет легче. Впрочем, собери, какой билд пойдешь, смотри, гайд. Ну да, я так и сделаю, наверное. Сейчас, если у меня не получится, ни до какого места благодати, забыл. Ебать, я забыл про то, что он здесь. Блядь, придется еще одну банку тратить. Ладно, три банки на того сильного врага. Да, я думаю, да, надо так сделать, станет легче. Действительно. Потому что сейчас пока прям тяжеловато. Я прям боссы чудом, чудом, прямо чудом убил. Но игра вроде ведет вот так. То есть, по логике создателя, я должен тут как бы, ну, уже уметь. В итоге Маргис шестит их. Понятно. Ладно, посмотрим. Так, таргет его взять. Это я запомнил. Потом. А. Так, сразу. Так, сразу. А, так он тоже ебнулся сюда вместе со мной. Но это мне все равно не поможет. Никак. Потому что он вместе со мной сюда упал. Да, нужно какую-то пушку найти, которая не с босса падает, а так, чтобы она сильнее дамажила. И нафармить голду. Ну, я уже, по-моему, это сказал. К нему туда не ходим. К нему туда не ходим. А то он нас сбрасывает нахуй. А его можно отстолкнуть вообще? Че, давай ко мне. Давай ко мне. Он ждет, пока я. Он ждет, пока я подойду. Ага. не умереть. Не умереть. Блядь. Ну, хорошо. Но его атаки мне не хватает хп, чтобы запомнить его атаки. Поэтому, ладно, давайте. Хорошо. Замок попробовали, замок не удалось. Так, получается, что мне надо? Мне надо голду и мне надо фляги. Для того, чтобы мне зафармить голду, мне надо отправиться, насколько я помню, вот сюда, по гайду. Так, ладно, а дальше посмотрим. Вот сюда правится. Прокачка фляг, 700 тысяч рун за одну минуту. Вот, миллион рун за пять минут. Я вот это хотел посмотреть. Что это такое? Куда он? Куда он идет? Так, ну тогда, что? Сейчас, какой план? Мне нужно, чтобы у меня было больше шансов на ошибку, как у новичка, мне нужны шансы на ошибку. Для этого мне нужно хп. Для того, чтобы прокачать хп, ну и вообще живучесть, мне надо прокачать доспехи и вот эту вот, ну, саму характеристику, которая отвечает за хп. На это нужна на все вот эта голда. Чтобы эту голду, чтобы эту голду найти, мне нужно посмотреть, как ее фармить. Какими-то, ну, простыми, быстрыми способами, чтобы я на это сильно много времени не тратил. И после того, как мы это сделаем, мы тогда еще прокачаем фляги, чтобы они, у меня было их побольше, чтобы они мне побольше хилили, эти фляги. Когда они мне будут побольше хилить, тогда, ну, чтобы мы ее вот это хп, которое я раскачаю, чтобы его все отхилить, мне нужно, ну, чтобы одна фляга хилила много, на много, на большой столб, на большое количество хп после чего мне нужно найти какую-нибудь пушку доспехи у меня вроде ну сойдет мне после чего мне нужно будет тогда найти какую-нибудь пушку и чтобы она тоже била нормально и после этого пойдем тогда уже замок пробовать троить раз на это часик потратим на то чтобы раскачаться по гайдикам так а где это а где карту найти на изгибе да значит вот здесь а я уже пробежал кажется как от открыть не то часа вот эта подзорная труба он от нее идет дальше наверх у меня это как подзорная труба дальше андак это где-то рядом уже здесь здесь должна быть уже рядом вот это луч вот эти лучи должны быть то есть это уже вот прямо здесь прям близко где они что не вижу или карт надо вначале открыть так это что такое ой арту надо вначале открыть же да так еще раз там у подзорной трубы близко есть одна штука а около воды уже да получается а мне воду не а вот здесь вот здесь около воды где то есть . вот тут что ли тут примерно да вот тут ой убрать блять так так и вот там мы сохранимся и дальше и полетим карту пока не знаю как здесь открыть надо я видимо фрагмент где-то найти это лутик здесь подберем о да там еще эти штуки есть слезы можно найти у подножья малых деревов эрт а также других уголках между зиме я отдыхаю в местах благодати вы можете смешать две кастальные фляги с честным с надобием это позволить получить эликсиры с разными эффектами хорошо фляга но эликсиры мне пока не надо вот а это вот эта слеза она качает тоже фляги насколько я помню да все теперь сохранить сохранимся и и ставим получается давайте с милиной вначале поговорим здесь до сих пор витает эхо чей королевы марики которая пропала столетия назад я могу пересказать их тебе если пожелаешь давай хорошо вот что говорит марика мой повелитель я лишаю тебя твоих людей благодати ваши глаза погаснут и вас изгонят с междуземья вы будете воевать на в далекой стране который станет вам и домом и могилой что же быть может заменит наставление служанок ладно пока мне даже вдаваться в подробности не хочется что а вот эффективность фляг это хорошо все 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 уходим так теперь дальше по гайду бежим дальше по гайду бежим вот здесь за храмом потом портал ну побежали как там лошадь вызвать забыл побежали в портал это соберем тоже а это 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 послание портал вот этот портал до портал бежим отправиться в другое место ну давайте отправимся так только у меня же карта не открыта а у него наверно открыто а как мне тогда если у него открыта карта у меня нет все вот мы здесь это какой-то новой локации никого здесь трогать не будем все все пока что слишком страшно для меня смотрим как он коня и бежит вперед по дороге потом через мост так но после моста досмотрим все после моста досмотрим после моста досмотрим вот нам получается через мост туда и там дракон какой-то сидит а как ускоряться то а на это выносливость тратится из нас зажать или что как ускоряться не понял а давайте сохранял q сохранял к хорошо поехали а мужа на ускорялке получается как его пробежать и чтобы он меня не трогал вроде не задел меня ладно нормально побежали дальше пока по тропинке а там чё за луч этому это моя какая-то метка была старая учиться все где находимся-то нихуя он там хуячит задать а это просто дождь тут уже клин матери есть если чо я и арестусь ой так еще блять тут челиксы и бать тут боссов блять так но я куда-то не только что забежал то есть я уже несколько нескольких боссов пробежал которых мы потом будем блять пытаться убить еще один что такое а все они типа назад о все сохранял к так хорошо он бежит так но но он тут мы тоже бежит а он наверх там дальше наверх на прыжок хорошо но у меня то нет карты блять как мне эту карту открыть окна нам назад надо мы вниз не спускаемся там если не могу запрыгнуть до нам сюда нет нам наверное он как-то попроще запрыгивал а вот здесь нашли 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 дальше находясь в седле прыгните рядом с духовым источником чтобы поняться высоко в воздух прыгать если вы в остыне не разобьете прыжок духовой источник space пока а вот так хорошо он прыгнул дальше вперед до вот этого замка вот до замка бежим до замка бежим до замка бежим вот там к этой штуки ага все так получается открыли дальше делаем так дракона дракона фигачим и и бежим обратно к благодати и он резается получается сейчас посмотрим пофиксили это или нет но в любом случае даже если мы один раз его завалим даже если мы его один раз завалим то там отцепят мне столько сколько я за всю игру не фармил но мы долго будем его рубить 3 а вы взлетел не ну слушайте я буду так час блять ковырять бред сейчас другой гайд посмотрим это надо уже на на кота когда мы уже прокачаны идти сюда вон нам вот это надо это получается как так нам надо обратно туда получается г нам надо вот всю куда а вот где мы открыли до получается кей ай не честно что за гайды да вы без подсказок справитесь не я подумал что нахуй оно надо потому что слишком много времени и ресурсов своего мозга тратить на то чтобы блять изучать типа часами вот это мне не ну я проще я в другую игру поиграю поэтому я подумал то что гану я вначале это стрима уже проговорил то что гайды ну то что я буду смотреть гайды и без гайдов я не хочу проходить просто тогда просто другую игру пойдем играть если я это потому что слишком все долго и запарно в том и прикол в изучении исследований ну да видимо но мне кажется если я начну исследовать то я тут блять на годы засяду и вообще уйду куда-то не туда куда мне надо и просто столько информации то что я тут на исследовал в голове удержать я не смогу поэтому хорошо что я могу воспользоваться гайдами сейчас какой у меня план я попробую чуть-чуть прокачаться чтобы в замок в этот пойти потому что замки меня там сносит вообще пердак только так чтобы я в замке смог хоть что-то сделать дальше как игра ведет так и пойдем до того момента пока мы не встрянем на какое-то большое количество времени значит надо качаться дальше тогда снова смотрим гайды вот так 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 боссы были но моргит только был вот я его убил сам своими силами без гайдов а вот это че еще было а ну еще на тоже на ком-то стриме я какой-то корабль завалил просто с лошади вот так вот я ездил и его это и этот корабль валил не знаю вот с него я а еще какого-то вот сет я вот этот выбил тоже ой а яд как меня уебет же сейчас яд то или не нормально живем наверно на банках выживем осторожнее здесь будут бомбочки если ты будешь находиться через мост нас интересует благодать впереди так а ну там сразу же благодать вот нам надо до нее добежать чтобы выжить вон она да следующая реформа заключается абсолютно пассивные здесь ничего делать не нужно на нами сейчас появится шар главу чтобы нужно будет обижать вон вот таким образом обрати внимание мы получаем по себе тысячи крови не будешь прибавлять здесь есть второй такой же шар ой а мне что надо отдохнуть чтобы снять то все это чтобы снять себя все говно ну ладно пробуем пока методом а вон он кажется там будет методом тыка пока дойдем вот тут а а так вот раз и мне дали две тысячи потом че он мне получается надо бежать бежать снова чекиниться и а где откуда я прибежал откуда я вышла не знаете откуда я вышла отдыхаем уходим снова то же самое вот сейчас хотя бы уровень апнем и потом следующий шаг нам надо апнуть банки и следующий шаг нам надо найти какую-нибудь достойную пушку с которой я уже смогу играть хотя бы не страдать не страдать а играть а неправильно я сделал да не страдать уже а играть с этой пушкой и чтоб банки нормально хили чтоб у меня был хоть хоть один шанс на ошибку то что пока я меня шансы на ошибку и на то чтобы исследовать не дают не страдать это не в этой игре но посмотрим слушай ну вот маргит вот уровень маргит как я ее прошел его точнее мне это нормально это еще не страдание для меня для меня это не страдание так что вот уровень маргит для меня норм потянет я насколько я понял то что dark souls 3 намного жестче чем это намного жестче чем вот эта игра то есть тут еще тут еще по лайтику так мне надо а ну меч потом другой найдем блять какой-нибудь стартовый мечик надо будет найти играли в прошлой игры этой студии нет не играл ни во что я вообще мало во что играл во все буду играть здесь на своих эфирах и видеороликах я даже не знаю что это за студия что это за студия такая какая у нас там уровень повышаем хп-шку я хотел повысить так у меня получается жизненная сила 20 а сила 23 ну вот эту до 30 повысила вот эту до 40 ой а вот эту силу до 25 и посмотрим чуть-чуть что нам дальше подтвердить какие игры еще есть у этой студии я не знаю это это как там два нет как я забыл японцы а from software точно да там начале это прям software ну я слышал про этого автора про кодзиму но я не не в одну игру его не играл до этого все казуальное проходил не ну у этого есть свои фанаты вот я так понимаю вот эти вот у этой хардкорности для меня этот уровень хардкорности вот если проходить самостоятельно и изучать то это уже слишком для меня уже немножечко ну я лучше я лучше свой родной мир поизучаю чем изучать мир игровой это не кодзима ну значит я ошибся а кто тогда это а кодзима тогда кто или это миядзаки этот который не хаяо миядзаки а который какой то другой там я не настолько игровой фанат не настолько вот прямо ну как сказать разбираюсь в этом всем в принципе я думаю по моим трансляциям это видно то что я в играх совершенно другое ловлю нежели нежели геймплей и так далее мне больше интересно что я могу из игр подчеркнуть для реальной жизни проходя игры чем то насколько я там хорошо игру прошел и насколько я хорошо играю если если бы я играл по сети я бы наверное над этим заморачивался над ханат хорошо играть но проходите вот эти соло rpg это можно всю жизнь этому посвятите чтобы что чтобы босика убить в игре да не я лучше я лучше в реальный мир поизучаю и пройду так сказать интересно пройду жизнь в чем в чем эти игры мне и помогут собственно я вот так вот к этому вопросу подхожу задроты они всегда найдутся и они эти задроты они мне покажут что куда надо делать их знаниями я спокойно пользуюсь из открытых источников интернете благо современный мир нам это позволяет потому что я гайды посмотрел еще тоже там люди ну прям вообще задрачиваются они все эти характеристики изучают все вот эти там места изучают запоминают всякие локации характеристики вот эти циферки все копаются в них там смотрят где кап где не кап сколько куда надо раскачать какая пушка нужна всякие сеты билды собирают ну вот до такого уровня я ну мне этого уровня уже многовато я спокойно этими знаниями воспользуюсь и буду найти за счет этих знаний играть как она сколько у меня уже хп это повысилось вот я насколько увидел у хп шик кап это 40 ну уровень 40 получается ухп шикап уровень 40 а у ну такой кап который после которого уже каждый при каждая прибавка дает все меньше и а у получается у силы которую я раскачиваю нее кап 20 то есть я ее уже даже перекачал немножечко или 20 до 20 я хочу все таки играть с щитом и с щитом и мечом типа как такой полутанк мне так как сказали знающие люди что надо за милика играть поэтому будем за играть за казуального милика который не ватный такой а пожирнее с правом на ошибку сколько нам так поскольку игровым путем эту голду так фармить можно вот игровым путем блять игровым путем я думаю я бы долго до этого доходил еще бы пара недели которые месяцев мне бы на это потребовалось но при этом кстати при том что я хочу все пройти вот так вот как бы легко и читами никакими я пользоваться не хочу я хочу хотя бы игровым путем это все сделать то есть с читами для меня это уже слишком там все больше и больше надо голды уже на каждый уровень или наоборот все меньше и меньше прибавка идет обряд что все больше больше голды именно прибавка все больше и больше или все меньше и меньше наверно больше чтобы уже людям не хотелось все характеристики просто прокачать себе играть и играть за все чтобы на это уже хотя бы какое-то время нужно было потратить а без гугла уже играть никак. Ну, если хочешь, если хотите играть без гугла, играйте. Я хочу с гуглом. Мне никак, да, никак. У меня новые зрители. Это так приятно. Всем добро пожаловать. На разных каналах меня смотрят. И на ютюбе, и на вк. И на твиче. И вообще, у меня очень много уже материалов. Ну, как, очень много. Я только начал, но у меня уже достаточно материалов, чтобы их поизучать можно было. Кому, если вдруг интересно мое творчество, ссылки все есть везде. В описаниях там и так далее. На сайте можно найти ссылки. И кому интересно, можете даже подписаться. А кому не интересно, можете даже можете даже отписаться. Он упал? Он не упал, да? Это я проебался. Можете даже дизлайк поставить. И лайк поставить. Мне будет очень приятно. Да вы популярны. Два подписчика вообще популярны. Просто популярнейший. Звезда, звезда ютуба. Но все вот эта популярность, все вот эти всякие регалии там, узнаваемость, оно... Да, все начинается с двух подписчиков. Это точно. Даже... Ну, ладно, скажем, какой-нибудь... Эннио Мориконе тоже когда-то был начинающим музыкантом. Или Ханс Циммер. Оно же не приходит просто так. Для этого нужно какие-то движения в эту сторону делать. А дальше рычаг времени сам все сделает. Либо не сделает. Это уже как повезет. Я к этому отношусь по-философски. И... Поэтому и говорю, что мне очень приятно, что кому-то интересно то, что я... Кто-то это обсуждает даже. Кто-то даже что-то в чате пишет. Это вообще... Это просто... Это бомба. У вас есть свой стиль. Спасибо. Да, и кстати, этот стиль еще тоже на этапе... На этапе формирования. Вот этот фирменный стиль. Я его еще ну, не отточил прямо вот до идеала. Я... У меня фирменный стиль заключается в чем? Я стараюсь вести себя так, как я бы вел себя в реальной жизни. То есть я сам себя... Показываю сам себя и то, как я вижу игры и то, как я их прохожу. И в принципе это не ограничивается играми. Я пытаюсь какие-то идеи еще транслировать не связанные с играми тоже. Потому что кроме игр в жизни есть еще очень много разных удовольствий, которые пропускать пропускать их не так интересно, как не пропускать. У каждого это удовольствие свои. Я знакомлю своих зрителей, которые заходят ко мне с тем, как я это делаю, как я получаю удовольствие. Показываю и кофе, и рассказываю свои мысли. И то, что я могу поделиться этим на весь мир, просто одну кнопочку нажав и нажав записать камеру, у меня это... Ну, это чудо, это магия вообще. Ой, я же повысил уже. Что еще есть в вашей жизни помимо игр? Помимо игр жизнь. Жизнь. Во всех ее проявлениях. Развлечение, работа, учеба, обучение, общение, еда, кофе, сон и так далее. Немного спорта и все удовольствия. Я в своих выпусках про это рассказывал. Там уже некоторые идеи, они в записи все есть. Очень легко найти. В самом начале каждого стрима я эти идеи рассказываю. Все. То есть искать много не надо. Просто самое начало открываете и там все это потихоньку рассказывается. Не совсем я раскрываю все карты. Это будет происходить постепенно. Так вот сразу выложить все карты на стол неинтересно. А постепенно даже веселее. Надо будет этим людям, которые мне вот эти гайды написали, записали, надо будет им тоже лайк поставить их поддержать. Так, 7800 следующий шаг. Вот. Ну и тогда наверное пойдем. Не буду это в силу до 25-го качать. Все, получается 7800 фармим и идем банки искать. Точнее их прокачку. Количество и количество и то, насколько они хилят хорошо. он у меня уже как много хп. Но это уже слушайте, это уже играть можно. Ошибаться можно и все такое. Даже с плохой пушкой уже можно уже с этим уже как-то хотя бы это хоть какое-то право на ошибку мне эта игра будет давать хотя бы зайти к боссу и выучить его атаки уже хотя бы получить по лицу сто раз но атаки зазубрить а то с двумя то хп каждый раз каждый раз перезаходить и по одной атаке смотреть и потом еще пытаться это анализировать тяжеловато повысить все тридцатый взяли почти тысяча хп нормально нормально так дальше что мы делаем этот гайд мы закрываем и а стоп куда мы его закрыли то ему надо было поставить лайк вот он хороший человек помог нам прокачать хп ему лайк гран в м тоже лайкосик поможет нам банки прокачать представляете сколько времени люди потратили на то чтобы с нами этими знаниями поделиться это достойно так а это южный полуостров ну-ка а я там смогу вообще пройти так южный полуостров вот сюда нам да а я здесь вообще еще не бывал можно сюда сбегать я здесь еще не бывал это нам получается откуда быстрее бежать отсюда быстрее бежать убежали она получается эффективность фляг да качает эта фляга священных эффективность как сказать этих банок наших так где там у нас вот нам сюда ой а как поставить а вот так это куда нам в ту сторону правильно я бегу да правильно я бегу побежали так а здесь я трогал использовать телескоп и такое о нифига нифигася а как бы там а вот там вот получается дорога идет и мы по ней придем к нашей точке нифига тут виды мир то очень гигантский прямо и это только и малая его часть то есть тут исследовать исследовать можно вообще чего-то а в воду нельзя он не плавает да у нас наш персонаж получается ну прикольно прикольно такой гигантский мир ну что ж побежали так то есть получается чтобы замок пройти это нам надо его зачистить в начале и там мы когда уже откроем что происходит и там мы когда уже откроем этот замок то там мы откроем уже места благодати все правильно после чего мы сможем а этот я уже открывал сундук этот я уже открывал с чего мы сможем туда телепортироваться просто но для начала этот замок надо открыть все и дальше по мосту туда вниз и там открываем точку тогда к которой мы потом можем обращаться и телепортироваться ой меня закидывают так ну-ка ой-ой-ой меня сейчас пиздят пиздят нет зря 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 к этому сундуку побежал так живем умереть не надо а то нам опять бежать началь надо хотя бы точку открыть перед тем как умирать а вот это можно собрать не умерев пока не знаю что это такое посмотрим ого ого а мне вниз все-таки наверное ой а я а я нормально то что я обижал этот барьер это вообще законно а это прыжок а это прыжок наверх это не барьер как мне спуститься я же я же разъебусь нет вроде жив стрекозенок летает стрекозел нет все спустился нормально полетели все нам надо через этот получается бежать обижать просто всех стражников и и куда там сразу же после этого будет благодать получается сразу после этого будет благодать так где 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 этих я а чё нихуя он не всем мне кажется габелла да а как как здесь пробежать как здесь пробежать я сейчас вообще далеко а нет я здесь около клина все я здесь около клина резность близко не так страшно все это как я думал колизей этой арены где то здесь еще есть pvp арены а в подсказках нам а где мои эти мои руны а вот как них обижать так чтобы их перепрыгнуть они меня не били то что ними так много хп сносит что вообще вроде те же самые стражники а вон это катапульта ну обыскать обыскать он по лошади ударил вместо меня вон вон место все нашел плачущий полуостров так поехали до точки до точки до точки дальше вниз так поговорим с этой тетей прошу удели мне минутку меня зовут Ирина я сбежала из замка морн что на юге местные слуги подняли бунт точно не знаю что произошло у меня срождение слабое зрение но клянусь я слышала страшные вопли означающие по всему замку мой добрый отец стаянно вывел меня оттуда но сам решил остаться сказал что его командный долг и я опасаюсь жизни отца слуги впали в ярость их переполняет ненависть к нам они убили моих спутниках всех до единого никого не пощадили боюсь замки морн дела идут не лучше умоляю тебя отнеси это письмо в замок моему отцу не откажи в любезности я лишь хочу чтобы он сбежал даже если это запятнает его честь пожалуйста я не переживу если ну давайте доставим мы же можем это хоть когда сделать потом мы же это можем не обязательно сейчас сделать а потом когда-нибудь когда-нибудь даже сюда вернемся по пути собирая грибочки о там еще лут смотрите есть но его охраняют стражники я посмотрю как можно его собрать о так он открытый уже все так соберем 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 обломки руин для чего нужны так пепел войны это для стрелка это для стрелка видимо какое-то умение пока что я это пока что мне это рано с этим а это наверно торговец посмотрим что у него есть такое интересное наверное это торговец так торговца продаешь или покупаешь давайте купим какой-то заметку давайте возьмем с небольшой подсказкой так ну вот это у меня уже есть штука щит плохой еще один щит тоже плохой плохие вроде ничего интересного что за заметка интересная у него такая что за подсказку она нам дает где заметки у нас эти а где где заметки то валяются вот эти а вот изучить заметка купленная у торговца котел так в третьем храме маленьких севера туманного леса до сих пор хранится фляга с чудесным снадобием а это мы уже забрали заметка купленная у торговца кочевника содержит так кто-то прячется в руинах поселения а здесь что написано что побыстрее расправиться с полу людьми надо убить их предводитель остальные сразу тут в панику это видимо смерть свецами с полу людьми ладно хорошая подсказка не зря 500 голды отдали так дальше смотрим гайд и едем раз обломок руин для чего он нужен потом наверное нам расскажут точнее не расскажут а нам самим нужно будет это узнать здесь ничего не рассказывают в этой игре здесь надо узнавать все а вот этот штука который около которой резаться можно еще тут заберем что-то желтый уголь в этом лесу нам надо найти какой-то храм при смене локи подлагивает при том что я не на не на самых самых высоких настройках играю вот этот вот он все забрали а а вот это ну 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 но все 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 слиняли слиняли по-шустрому чахла деревня об ого красиво 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 там еще и болото нифига или какой-то яд там что-то прикольно мостик такой веревочный так смотрим дальше мы сейчас здесь а нам надо по дороге просто добежать ага ну ну побег побежали побегли попыхтели я же правильно бегу еще обыщем тут о щит нифига посмотрим что за щит может может хороший может лучше чем мой так просто как вор обнес все обнес так я не туда забежал кажется стоп а я смотрю вниз а мне надо туда туда сейчас же да вот в ту сторону ага ага все вот сейчас правильно вот нам в ту сторону во нам туда все 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 надо спуститься я так понимаю и после чего пустовок мы спустимся уже действовать потому что как мы поднимались вот там да эти крысы вообще насколько сильно это но они вроде слабые но я не знаю что с них падает вроде 14 голды не так много то есть это не те враги которых мне надо бить пока мне вроде с них фармить ничего не нужно поэтому оставим их оставим их в живых так я правильно бегу как нам спуститься это как нам спуститься как нам спуститься нет я опять не в ту сторону смотрю а ну потому что мне надо спуститься вначале а потом ехать к тому дереву тогда спустимся и потом побежим оп 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 о там то что-то лежит ну-ка ааа вот это количество фляг увеличивает вот эта штука золотая семечка не насколько я помню получается оно вот таких вот желтеньких деревьев лежит а нам надо было через мост побежать я зря спустился то нам надо было через мост как раз бежать так ну тогда нам получается а там спуск получается дальше идет если через мост бежать соберем обломки о еще лут ну-ка карта во все ой-ой-ой это кто меня запустил эту штуку это он меня пуляет оттуда издалека это он копье запустил в меню аааа просто полетела в меня херня издалека так а где мы где я потерялся блять так а я теперь не могу потому что я в бою ага найс ладно просто бежим не знаем куда бежать бежим вперед все я вернулся на прежнее место прокачаем количество банок тогда вроде можно во фляге до эффективность да окей количество да окей все уже 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 полегче будет так нам на мостик все-таки так как карту нам видно да окей все и нам теперь видно всю карту все это замечательно это очень замечательно а так мы можем там по дороге прям побежать не правильно я понимаю да правильно понимаю но мир конечно дивный и чудный так сказать просто дух захватывает даже просто в нем бегать и вот это вот все это получается люди сидели и это все рисовали так как это я где это я в лес убежал и туда а вот это я вниз спустился все я понял я понял а вот здесь нет ничего здесь же наверняка это же эти руины я же здесь не был еще вот в этих руинах обычно что-то всегда бывает какие-то штуки хотя бы тут есть хотя бы какие-то штуки тут должны быть ну тут босик сидит которого мы пока не будем бить а мы его не будем бить мы у него лут сопрем сейчас мне все равно терять нечего мы у него лут просто раз а ну тут херня какая-то лежит еще лут кристальная слеза нет я все-таки не там побежал а что такое слеза я не знаю а мы же это можем посмотреть кстати так мы это можем посмотреть инвентарь кристальная слеза веры что что а понял это меня это меня запустил кто-то это в меня кто-то запустил пока не могу найти что-то что это за слеза такая а вот еще храм есть вот в него мы а мы кажется сюда и пришли все мы сюда и пришли мы очень правильно пришли открываем открываем бежим к этому разговаривать что он нам скажет к духу возле убеждает баюкая лишенного души полубога о марика вечная королева он твое нежеланное дитя ладно ничего нам это нам ни о чем не говорит а здесь что-то есть смотреть нет ну-ка а это это наши овцы какие-то бараны козлы так еще лутикс лутикс кто-то вылазит сразу же уже на меня окей собрали мы не то собрали мы куда сороконожку нифига тут эти этих многоножек надо на склад бы их то это поубирать а то мне это фиг знает вообще пригодится или нет а если и пригодится то когда опять наша тетка девка с нами разговаривает здесь вы тоже здесь тоже витает эхо речей королевы марики хочешь я перескажу их тебе ну давай расскажи вот что говорит марик а затем после твоей кончины я заберу то чем некогда обладала возвращайтесь между землями на войну и да поможет вам кольцо элден не страшите смерти войны годфри моего повелителя ладно не будем не будем насколько мне вообще фляги то хилят как это посмотреть как посмотреть насколько они мне хилят смешать чудесное снадобие нет партировка сундука это все фигню надо бы поубирать непонятные фигни которые фиг знает когда буду юзать ой ты чё исполняет очки видимо маны фиг пойми когда мне это все пригодится поэтому это все отправляется на склад подождите стоп я не понял а сундук он что он в каждом месте свой я не понимаю я же что-то уже складывал сундук сундук в каждом в каждом этом месте благодати свой сундук что-ли что-то понять не могу бред какой-то мимо вот этой скалы с ногами пробегаем ага понял дерево красивое вон нам эта скала скала с ногами нужна наверное это босс какой-то тоже а или нет или это просто пасутся овечки так храмовый камень а вон нам в тот храм все увидел увидел ой здесь этот есть арена тоже которая где босс такой с мечом а или это не она да или это она ага ну чего а сломался и типа я открыл босса но я с ним сражаться сейчас не буду а то это я его не выиграю все равно хотя бы сохранимся у храма потом будем сражаться вот этот же четвертый храм марики да так собрали слеза сразу ее прокачаем сразу ее прокачаем и побежим дальше попробуем этого босса завалить почему нет ну не завалить хотя бы с ним поиграться завалить его вряд ли смогу попробуем что мы ничего не теряем тысячу рун это вообще уже копейки для нас так выходишь страшный мужик то нифига это это заморозка я так понимаю ладно посмотрим его атаки так два прокрута вначале идет от двух прокрутов одним воротом у ворот идет ого нифига мне банка хилит это надо после двойного покруто его бить оп оп и а вот и двойной потом идет ага после после этого то есть идет два удара и двойной прокрут раз удар два а сразу двойной прокрут раз удар два раз нет что-то пока не понимаю пока не понимаю его атаки два и двойной раз два прокрут ага так пока двойного покруто что-то не увернулся после двойного прокруто мы его бьем хорошо давай два удара давай два удара давай два удара оп ой отбросил ага два и и два удара раз блять блять так два удара нет это это не ко мне это не ко мне отхилим все последняя банка последнюю банку съели еще оп сейчас мы его бьем а после этого идет сильный удар ага заморозка еще заморозка сильный удар нет все я понял ну в принципе этот босс такой посильный то есть его к нему надо будет вернуться его атаки просто зазубрить потому что вот я ему даже сейчас снес половину хп своим слабеньким мечом давайте вместо последнего отдыха вернемся потом его атаки просто выучим и с сильной пушкой к нему придем надо его на карте отметить получается вот здесь вот отметить как метку ставить вот босса фигакс так мы пока дальше смотрим гайд на банке на вот этот мини полуостров получается ага вот мы мы туда и поедем мы туда и поедем вот нам сюда получается надо да все поехали поехали ну сейчас еще парочку золотых семечек и пушку еще какую-нибудь такую же найдем кстати мне щит дали надо посмотреть что за щит плохой щит хуже чем мой оставим пусть валяется вот сюда она вот вова вот сюда на единичку на единичку что такое какой-то подсвечник невидимый ой-ой-ой нормально о торговец я голоден давно ничего не ел умираю купить меч меч хороший ой щит хороший а что у него парирование у него 80 а у моего щита сколько а у моего что сколько 77 надо будет запомнить вы тоже парирование есть как у моего да вот это получше будет надо здесь а здесь тысяча голды всего надо так но это плохой топор плохой все все тут у него пока а ну есть рецепты и рецепты 1500 2000 и 1000 за меч защит и того а у нас сколько а у нас 0 мы же умерли точно сейчас надо его на карте себе этого торговца запомнить р то что к нему надо забежать пусть будет вот так вот кристальчик а вон все я нашел все все нашел стоп а единичка то где а но она в этом да 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 у замка ой а там снизу это благодать да надо еще туда сходить запомним запомнимся тут мне вот сюда мне вот сюда а кстати могу с этим поговорить то следует завоевывать место в крепости круглого стола тогда не нужно сразиться с годриком выкладывай так т т т за пальцами хуе мое не знаю что это за годрик или кто там он хуе адрик короче педрик здесь в этой штуке телепорт в этой штуке телепорт это будет видос будет называться гайд как прокачаться по гайдам руна меч спускаемся спускаемся прям прям на лошадочке где-то был сундук сундук ой нифига они меня покусывают да блин промахиваюсь все ладно чуть-чуть мыши меня не сгрызли золотая руна опять так как факел взять правильно я делаю подземелье здесь так получается спустился спустился открыл сундук подземелье а ну сундук открыть это есть подземелье правильно вы попались в норку нырнули открыли благодать ага нифига тут работнички работают так ну все благодать открыли а ну тут клин есть если что если я даже сдохну то я у него восстановлюсь благодать открыли отдохнем отдохнем а ну тут тут карта вообще другая а а я вот тут нифига все я понял нет не другая карта это же самая карта все я понял так все здесь уже выход получается из этого выход из подземелья это оп 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 а куда он дальше бежит нифига тут блин локации это уже страшно красная лока селье город магии все наверх получается мы забежали и здесь будет деревцо все деревцо собрали спустились спустились хорошо хорошо чё-чё-чё за зеленое послание такое или она белая просто кажется зеленым волочугу за южные вороты ой-ой-ой нифига нифига тут мобы вообще отвал башки какие-то магии уже пошли но он достреливает нормально так до меня побежали дальше опять записки 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 мопцов надо не трогать собираем золотую руну золотые руны похороним в рюкзаке если потом будет надо что-то купить резко их используем если будет не хватать там сколько-то так а где мы надо вот этот это ворона 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 сейчас выебит меня так окей она за мной или от нее и надо умереть она за мной летит винать она жуткая однако ой теперь еще и лев какой-то лев на меня еще одна ворона блять тут уже все обрыв ни хрена они носятся это ебать нифигася нифига тут и смотрите волки какие ну-ка попробуем ее завалить чё нам и мышцы но ничего не теряем все равно откисать они друг друга сейчас перемесят и там ебать они друг друга грызут ебать они ебаный рот они друг друга грызут они друг друга они друг друга они друг друга ебут мобы насколько они очень сильные еще какие-то мелкие побежали за мной просто все за мной бегут все за мной поперли поперли а так у нее хп-то осталось не так много это ей волки пооткусали видимо я так понимаю волки пооткусывали оп ну-ка попробуем ее ну-ка нифигася волк давай уеби ее волк о волке уебал ни хера себе а мне за нее 1080 1800 отвалили ну-ка волка мы можем ну-ка волк волк волку волк как мы знаем о вороне это тем более что назад пятишься тысяча прыгаем на лошадке вызов ада куда ты он опять отскакивает от меня на лошадке его раз одного волка завалили тоже но мне за него немного голды отсыпали но но лута с него нет я так понимаю да нет здесь и семечку пропустил каким-то каким-то образом ой блин нифига он мощный то ну-ка посмотрим чё с него упадет он бьет больно но он посильный чел его можно убить ну-ка чё чё с него выпадет какой-нибудь нифигася шотель ну-ка снаряжение чё за шотель мы его не можем использовать нам надо а так стоп вес или что удача удача 107 что это такое и чеки памяти баланс как нам понять что что для него надо чтобы его использовать не знаю как это понять так он здесь перепрыгивает бежит камню а и на ветряной поток ага и на ветряной поток а ну вон и храм вон и храм наш вот благодать чаша чаша это хорошо кто там впрочем карате если у тебя есть хоть каплю ума ты уйдешь немедленно мы подраздать красная гниль это прокачивая когда с ним связываться у тебя есть ты-ты-ты-ты гниль хуё моё ладно не будем не будем на свою голову связываться ляги количество да стоп семечка семечка это стоп нет эффектив а эффективность да окей а два золотых семечка увеличить да а ну всё здесь мы были да прибегали всё всё следующий гайд ищем пушку всё прокачались полностью готовы к замку и сейчас у нас стрим мы сразу же продолжим но для тех кто смотрит видеоролик продолжим в следующей серии будем исследовать замок в следующей серии в следующей серии